МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в начале о главных темах дня. Двойное убийство в Абакане. Мужчина убил супругу, а потом себя. Маленький ребенок остался сиротой. Дачи защитят от пожаров. Власти республики намерены максимально обезопасить садовые участки от огня. Вести Хакасия.РФ. Все новости нашей гостей радиокомпании теперь доступны на новом сайте. Семейная драма в Абакане. Молодой предприниматель убил собственную жену, а затем покончил с собой. Все случилось в подъезде дома по улице Советская. 33-летняя женщина жила там со своим 6-летним сыном отдельно от мужа. Супруг пришел выяснять отношения. Как рассказали следователям соседи, разговор не заладился. Начался скандал. В результате мужчина нанес жене 8 ударов ножом в спину и грудь. Она скончалась на месте. Затем он вернулся в съемную квартиру, где проживал и перерезал себе горло. У семейной пары остался 6-летний мальчик. К слову, в предсмертной записке убийца просит родственников позаботиться о ребенке. Исходя из текста записки, земельный участок он ребенку, чтобы завещал, а имеющиеся машины просил продать и на них похоронить. Сегодня же стало известно о самоубийстве 16-летнего спортсмена. Молодой человек, который занимался борьбой, покончил с собой в общежитии училища Олимпийского резерва в Абакане. Тело нашли сотрудники общежития. Сейчас проводится проверка. Следствие устанавливает мотив поступка, причину и обстоятельства смерти. Работают судмедэксперты. К другим новостям. Минувшие сутки выдались особенно беспокойными в Абазе и в деревне Малой Арбаты. На реке Абакан в районе этих населенных пунктов образовался ледяной затор. Взрывать его или нет решала специальная комиссия, выехавшая на место. Против повторных взрывов выступили некоторые местные жители. Аргумент – погибнет рыба и пострадают строения в прибрежной части. Мнение специалистов – ледовую массу необходимо взрыхлить, так как выше по течению скопился лед и при движении вниз по реке он уперся бы в затор. При таком развитии ситуации последствия могли быть плачевными. Окончательное решение было принято прямо на месте. К затору выдвинулась делегация. Осмотр подтвердил мнение специалистов. Ледовое полотно фактически лежало на земле, а большая вода с верховья Абакана еще не пришла. Именно поэтому решено было взрыхлить лед при помощи взрывов с воздуха. Всего было затрачено более тонны взрывчатки. В России проведено 50 взрывов. Благодаря этому мы освободили русло реки вплоть до устья Абакана, который впадает в реку Енисей. Попутно еще этот затор у нас сорвал заторы, которые были в районе Райково и в районе Белого Яра. То есть, в принципе, мы от Абазы до устья реки Енисей освободили от льда всю водяную гладь реки Абакан. Дачи в республике станут более защищенными от пожаров. Об этом сегодня заявил Виктор Зимин на встрече с председателями садоводческих обществ. Дело в том, что в Хакасии практически ни одно дачное объединение не имеет условий для работы огнеборцев. В тонкостях проблемы разбирался Константин Кравцов. В Хакасии сегодня насчитывается 93 дачных общества. Для небольшой республики цифра колоссальная. И головная боль для пожарных. Огнеборцы за последние пять лет тушили участки более 200 раз. В пламени погибли 10 огородников. При этом, говорят пожарные, масштабы могли бы быть и меньше. Отсутствие средств пожаротушения. Также приспособлены техники для тушения пожаров. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Приспособление для забора воды. Отсутствует система оповещения людей о пожаре. Очистка территории от сухой травы и опарших листьев. А также допускается свалка отходов на территории дачных общества. Меж тем дачники парируют. На безопасность нужны большие средства. Огородникам не потянуть. Что касается ширины улиц, ведь еще некоторое время назад все было по нормативу. Дачное общество уже более 40 лет существует. И многие, не только наши. И в то время нормативы были 6 метров. Ну, так, например, было. Сейчас требование, если проектируется новое дачное общество, до 15 метров. Да, жалуются пожарные, что узко, тесно. Но когда? На пожаре бывает легко. Проблема дачных пожаров обсуждалась сегодня на высшем республиканском уровне. Для профилактики огня, в том числе, власти ежегодно выделяют обществом 25 миллионов рублей в виде грантов. Виктор Зимин заявил, что сумма будет увеличена. Был бы результат. За 3-4 года привезти в какой-то божеский вид наши дачные участки, дороги. Ну, хотя бы инфраструктуру, о которой мы мечтаем, чтобы она была достойной. Я вам единственное могу обещать, что мы по 2014 году держим в голове, чтобы увеличить в полтора раза эту поддержку. Вместе с этим Виктор Зимин распорядился выделить деньги на закупку 200 так называемых воздуходувок, устройств для тушения огня. Аппараты будут переданы в общество. Но кроме помощи дачникам, у главы республики есть и требования не поджигать сухостой и четко соблюдать все меры профилактики. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Кстати, следить за порядком на дачах будет и конная полиция. С сегодняшнего дня она заступила на пост. Отдельный кавалерийский взвод вошел в состав батальона ППС несколько лет назад. Сегодня вместе с полицейскими, а их во взводе 25 человек, несут службу 20 лошадей. Это орловские рысаки и тяжеловозы. Конники помогают сотрудникам МЧС вести профработу с рыбаками, сотрудничают с экологической полицией. И главное, охраняют общественный порядок в городе и на всех дачных массивах Абакана. Кроме того, в курортный сезон часть сотрудников батальона направится в Ширинский район. Добавим, что в прошлом году благодаря конной полиции раскрыто 18 серьезных преступлений. Административных правонарушений выявлено в разы больше – свыше 400. Сегодня депутаты большинством голосов приняли бюджет Хакасии за 2012 год. На сессии Верховного Совета документ одобрили 49 человек. Недовольными его исполнением остались 9. Между тем, на заседании и в довольно напряженной обстановке обсудили и другие вопросы коммунального характера. Один дает право муниципалитетам защищать жителей от произвола управляющих компаний. Другой наказывает чиновников за бездействие. Подробнее Ольга Стельмах. Коммунальные проблемы отдать муниципалитетам. Парламентарии Хакасии подготовили обращение в Госдуму скорректировать жилищный кодекс России. Сегодня местные власти ограничены законом, могут проверять только муниципальные дома, а это лишь 10%. При том, что сроки приватизации вновь продлили, а значит скоро контролировать и вовсе станет некого. Депутаты предлагают не ограничивать надзор муниципальным фондом. По результатам наших поездок, город Ценогорск, были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых руководителей управляющих компаний. Потому что вот такие права у муниципалов отсутствуют. В связи с этим мы сейчас наступаем с инициативой, чтобы муниципалам разрешили проводить муниципальный жилищный контроль всего жилищного фонда, находящегося на территории муниципального города. Муниципалам развяжут руки, однако впредь они разделят ответственность за произвол в сфере ЖКХ. Жители жалуются на коммунальщиков, а реакции в течение двух недель от местных властей нет, чиновнику штраф от 5 до 10 тысяч. С таким законом выступили депутаты Верховного Совета. По мнению же прокуратуры, принять документ Хакасия не может, нет на то полномочий. Впрочем, авторы закона подобный протест ожидали. Реакция прокуратуры была абсолютно очевидна. Мы ссылаемся на статью 72 Конституцию Российской Федерации, имеющую более высокую силу. Поэтому вот в этих рамках, которые нам определил сам же федеральный законодатель, мы считаем, что мы абсолютно правы и должны защищать интересы населения. Большинством голосов документ принят. С такими поправками, уверены парламентарии, коммунальные скандалы удастся избежать. У жителей республики появилась дополнительная защита от произвола управляющих компаний. Штрафные удары по кошельку заставят чиновников активно сотрудничать с населением. Ольга Стильман, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Сегодня наркоконтроль озвучил первые результаты проверки по факту надписей рекламы наркотиков на домах в Абакане. Инициаторами стали сами жители города. Надписи с номерами телефонов, по которым якобы можно было приобрести спайс, курительную смесь, стали появляться в конце февраля. На стенах домов, гаражах и лавочках. Практически везде одинаковый способ – черной аэрозольной краской. На связь торговцы выходят только посредством СМС-сообщений. Номеров несколько и по всем сегодня ведется проверка. В одном случае там мошенничество, признаки просматриваются. То есть, извините за скудность речи, разводят желающих приобрести наркотики. В каких-то случаях имеет место юмор, не очень корректный. Уже известно, что некоторые сим-карты зарегистрированы не на территории Хакасии. Впрочем, незаконная уличная реклама наркотика охватила уже всю Россию. В некоторых регионах возбуждают уголовные дела по статье «Вандализм». К примеру, в Тюмени только за один год было обнаружено и удалено более полутора тысяч надписей. В Абакане подобная реклама попадает под административную ответственность. Уничтожать надписи должны владельцы зданий. Именно поэтому жителям города необходимо сообщать о всех фактах в свои управляющие компании. Или по телефону доверия в наркоконтроле. Номер сейчас на экране. Звонок бесплатный из любой точки Хакасии. Добавим, сегодня наркоконтроль ведет активную работу по введению полного запрета на употребление курительных смесей на федеральном уровне. Некоторые родновидности спайса до сих пор остаются в открытой продаже. Тем временем в Хакасии уже есть прецедент. По факту сбыта запрещенного спайса в Черногорске возбуждено уголовное дело. Приговор суда будет вынесен в мае. Кстати, все новости теперь доступны не только в прямом телевизионном эфире, но и в интернете. На Твиттере, на Фейсбуке, а также на нашем новом сайте. Адрес вестихокасия.рф Приоритет событийным материалам. Именно новостная программа определяет информационную политику всей телерадиокомпании. Появилось и то, чего так не хватало и нам, и нашим зрителям. Обратная связь. Точнее, она стала доступнее. Расширился диапазон возможностей связаться с редакцией программы «Весть Хакасия». Раздел «Коммерческая группа» будет интересен не только рекламодателям. На этой странице любопытная информация, кто в зоне нашего вещания. А это больше 120 населенных пунктов в республике с общей аудиторией свыше 600 тысяч человек. Итак, все информационное наполнение телевизионного эфира, все наши проекты, форум, контактная информация и многое другое на сайте вестидефисхакасия.рф. На сегодня у меня все новости. Напомню, телефон нашей редакции 22-72-82. Звоните, и ваши новости могут стать темой для наших сюжетов. Всего доброго и до встречи!